Почему вообще я все это делаю, я уже говорила, потому что я прошла этот путь, и все, что я сейчас показываю, рассказываю, это для начинающих розоводов. Ребята, это для тех, кто сказал, проснулся и сказал, хочу розы. Вот это для вас. Если вы начинающий розовод, если только первый раз сажаете розы, смотрели Светку за анозу, но решили все-таки купить розы в коробочке, А какую розы купить? Какие-то спреи, какие-то чайно-гибридные, какие-то флорибунты непонятные, шарабы какие-то, плетистые, понятно, от слова плеть. Что бы я рекомендовала как начинающим розоводам? То, что вы увидите в ближайшее время. Я бы вам рекомендовала брать розы, пока не сложные. Например, группу чайно-гибридных. То есть чайно-гибридная роза достаточно быстро пойдет в рост. В этом уже сезоне она вам покажет куст, цветение, большие крупные цветы, ароматные. То есть она вас, в общем-то, впечатлит. Порадует. Да, порадует. То есть чайно-гибридные розы при короткой обрезке, хорошем уходе, поливе и кормежке, достаточно быстро вегетируют, набирают массу, набирают бутоны, цветут все великолепно. То есть чайно-гибридные розы, я считаю, что для новичка великолепная вещь. В том числе и для зимовки они великолепные, чайно-гибридные розы, потому что их можно обрезать осенью коротко, засыпать землей, ведром земли полностью с головой. И не надо никаких строить шалашей, она у вас там прекрасно перезимует. Ну, если, конечно, вот чайно-гибридные розы подтапливается. Нюансов всегда очень много. Значит, чайно-гибридные розы – это номер один в том, какую розу выбрать по виду. Второй вид, который я бы вам рекомендовала, это как раз спрейки, флорибунты. Ну, спрейки – они маленькие розочки, я вот сама в себе дам большая. Высокая, приходится руку поднимать. Серьезная женщина, люблю серьезное все. Крупное, мощное, понимаете, все такое... Стасное. Ух! Вот. Поэтому спрейки у меня даже и нет в саду, еще и сад большой. Знаете, я там эту спрейку, я ее просто не увижу у себя в саду, она у меня сольется. Нет, тебе микроскоп, да. Ты мне микроскоп? Ну, тогда подзорную трубу варить. Значит, я рекомендую, помимо чайно-гибридных роз, приобрести для начала розы группы флорибунта. Почему флорибунта? Потому что это розы, которые также быстро набирают массу. У них букетное цветение, то есть флорибунты закладывают на одном побеге кистевое цветение. Там не один бутончик, как может быть у чайно-гибридной розы. Не все чайно-гибридные розы цветут одиночными цветами. Некоторые чайно-гибридные розы тоже цветут по 3-5 цветов цветков в одной кисти. Но это не так часто. А флорибунта всегда цветет кистями. То есть один побег, а на нем 10-15-20 цветков. Одни уже отцветают, другие распускаются. Зрелище, конечно, фееричное. Поэтому флорибунту я рекомендую как розу, которая достаточно быстро набирает массу, быстро зацветает. И тоже, что немаловажно, флорибунте тоже показана короткая обрезка. Ну, относительно короткая, конечно, осенью и зиму их можно обрезать на 4-5 почек максимум и также окучивать. То есть флорибунты и чайно-гибридные розы я считаю в топе для новичков. Какие розы еще бывают? Ну, из таких, из самых основных, роза шарап. Роза шарап – это куст. Роза шарап – это пустовая роза. Почему я ее не рекомендую? Я ее не рекомендую для новичков, потому что для того, чтобы роза шарап показала себя во всей красе, ей нужно время. Для того, чтобы она зацвела, ей нужен запас древесины. Шарап, так как это более сложная структура древесины, более сложный по структуре побег внутри, то есть он не рыхлый, мякоть побега шарапа достаточно плотная, поэтому на зиму их коротко не обрезают, оставляют достаточно высокие побеги, оставляют там запас питательных веществ, запас древесины. За счет этого запаса древесины шарап хорошо развивается и показывает потом фееричное цветение. То есть если у вас цветение в этом сезоне не сильно колыхает, то есть вы можете купить шарап, посадить его, ухаживать за ним. Он вам нарастит хороший путь, но это будет уже в осени, то есть она у вас покажет осеннее цветение красивое. Ну и последняя сложная, достаточно сложная, я считаю, группа, но она не сложная на самом деле, вы всему научитесь, конечно же, это роза плетистая, то есть самое название плетистая – это плети. Когда плетистая роза вот в таком состоянии продается, у нее побеги 10-15 сантиметров, вы же понимаете, что в этом году для того, чтобы она зацвела, ей нужно выгнать плеть. Она плетистая, цветет, как на плетях она цветет. Понимаете логику? Вы понимаете, плетистая цветет на плетях. Итак, плетистой розе нужно время, то есть в этом году, в этом сезоне она может у вас так же либо не зацвести, либо зацвести к концу сезона на концах побегов, и эти побеги будут не два, не два с половиной метра. Учтите плетистую розу, в этом году вы не уложите на арку, это невозможно. Клетистой розе нужно время для того, чтобы она выгнала плети, а для того, чтобы она могла выгнать плети, ей нужна хорошая, мощная корневая система. Поэтому в этом году, в этом сезоне плетистая роза будет наращивать корневую систему для того, чтобы ей выгнать хорошие жирные плети, но, скорее всего, уже в следующем сезоне. Так что, если у вас есть терпелка, терпелка есть? Эй, тук-тук, терпелка есть? Если терпелка есть, покупайте плетистую розу, сажайте. Но имейте в виду, что плетистая роза покажет себя во всей красе, но на третий год, скорее всего. На второй год она у вас уже зацветет, а на третий год она выгонит те плети, о которых вы мечтаете. Итак, четыре группы роз, которые я рекомендую и о которых я вам, в принципе, рассказала. То есть это розы для новичков, я считаю, которые легкие в уходе, легкие в зимовке. Это чайно-гибридные и флорибунды. Розы, которые сложнее, ну не то, чтобы они сложнее в уходе, они такие же в уходе, но они вам не дадут вот этого в первый же сезон этой взрывоцветения. Это шрабы и плетистые розы, и с ними сложнее с зимовкой. То есть там уже вы коротко не обрежете. Если вы обрежете в зиму коротко шраб или плетистую розу, на следующий год все сначала, друзья. Посмотрите, какой выбор мускусов, которые сейчас вообще на расхват. Посмотрите, Пенелопа, Балерина, Бобби Джонс, Бафф Бьюти, Моцарт, Сали Холмс, Хэвенли Пинк, Джерри Джеггинс. Это мускусные гибриды. Мы с вами о них еще не говорили. Мускусные гибриды, которые цветут маленькими цветочками, но у них огромное обливное цветение. То есть цветение шапками. Некоторые не понимают этих роз, считают их простушками, считают их шиповником. На самом деле это целая серия, это тоже целый вид мускусные розы. Они имеют свое очарование. И, кстати, такие розы очень хорошо смиксуются с крупноцветковыми чайно-гибридными розами. Это очень красиво. Конечно, мы с вами еще поговорим о том, как миксовать разные сорта роз. Обязательно я об этом сделаю ролик. Но вот посмотрите, крупноцветковый сорт Виолетт Парфюм и Роза Балерина. Посмотрите, как они вместе классно сочетаются. Мелкоцветковая роза подчеркивает вот это вот богатство крупноцветковой розы. Поэтому имейте в виду, но мускусные розы это тоже розы, которые нельзя резать коротко. Мускусные розы цветет на концах побегов второго и даже третьего порядка. То есть мускусную розу нужно сохранять максимально, по максимуму все побеги. Поэтому если для вас актуально не укрывать розы, то мускусные гибриды, наверное, не для вас. Потому что если вы будете обрезать эту розу коротко, вы будете очень долго ждать, пока она нарастит новые побеги. И когда она заложит бутоны. Это будет очень долго. Вы можете, даже если у вас короткое лето, не дождаться цветения. Вообще, джубили селебрейшн. Это же... Кстати, я вам не рассказала. Какой ужас. Я вам не рассказала, друзья, кошмар. Так, мне похоже, тоже что-то не рассказали. Сейчас я вам как расскажу. Существует еще одна группа роз. Ее отдельно вывели. Это группа роз Остинок. Это розы селекции Дэвида Остина, либо его компании. Остинки – это особый вид роз. Как бы сказать, это садовая роза. Это кустовая роза. Наверное, она все-таки ближе к виду шрабов. Потому что есть такое настоявшееся, так скажем, правило, что Остинка показывает себя на третий-четвертый год жизни. То есть, почему вообще это происходит? Вообще, наука о розах, она такая шикарная. Она просто бездонная. Вот мы пришли сюда в магазин. Хозяйка магазина меня спрашивает. Ну, сколько можно о розах рассказать? Ну, что можно о них сказать? Да, ребята, это бездонная бочка просто. Тут можно рассказывать о них вообще сколько угодно. Смотри, розу не урони. Чему их огухенький? Что такое роза Остина? Роза Остина – это шрабы, это садовые розы. Почему они себя показывают на третий-четвертый год? Потому что для розы Остина нужна хорошая, мощная корневая система. У роз Остина своеобразная структура побега тоже. То есть, для того, чтобы роза Остина смогла выдать хорошие, жизнеспособные, мощные побеги для того, чтобы процвести, ей нужна хорошая корневая. Роза Остина в первый сезон в основном закладывает жир на корневой. То есть, она растит жоу свою. То, на чем она будет сидеть. Вот. Первый сезон – это наращивание корневой системы. Понятно, что побеги тоже будут, но только не ждите от них какого-то сверхцветения. Да, заложат бутончик, может, там 2-3 цветочка, и они еще будут так, как Аленушка с поникшей головой в саду, потому что они не могут еще себя держать. Побеги слишком слабые. И вот первый, второй сезон Остина наращивает корневую. На второй сезон она уже дает побеги крепче, а на третий сезон она уже красавица. Она выдает мощные побеги, на которые закладывают много бутонов, цветет кистями, и уже цветы так не клонятся. Есть, конечно, некоторые сорта, у которых они в принципе клонятся, но в основном она уже себя крепко держит. Поэтому Остинки, и у них такой шарм, посмотрите на них, у них такой шарм в цветах, просто потрясающий. Это старинные розы, вот такие, знаете, прям сошедшие с полотен художников. Особенно Пэт Остин. Смотрите, она прям светится. Вот реально эта роза светится. Пэт Остин вот реально такой. Он светится. Как в том мультике, да? Он светится по ночам. Вот. Что еще я так хотела сказать? Давай еще удивить. Еще, мама. Еще чем-нибудь удивить. Открою какой-нибудь новый сорт. Нет, новый сорт я не открою. Принцесса Маргарет шикарная. Грэхэм Томас шикарный. Мангтед Луд шикарный. Вот такой чернильный, прям вообще офигенный. Баскобель шикарный. Что еще шикарное? Клэр Остин шикарная. Нет, вы запоминайте, конечно, но вы имейте в виду, что эти розы нужно укрывать. Остинки нужно укрывать. То есть, я вам уже говорила, им нужно оставлять максимально длину побегов. Поэтому остинки надо укрывать. Если вы хотите офигенные кусты по метр восемьдесят, вот такие они стоят в шапках цветов просто. Их нужно укрывать. Что еще-то я вам хотела сказать, друзья мои. Я сегодня похожа на профессора. Ты сними, сними меня, фотограф. Ладно, все это шутчики, конечно. Друзья, смотрите, что поиск творит. Что он творит? Он рвет сердце даже мне. Я считаю себя прожженным розоманом. Он рвет мне сердце. Сейчас я вам покажу. Посмотрите. Здесь самые популярные сорта. Здесь премиум розы. Они дюпрей. Роза манджианон. Роза хамелеон, которая распускается желтый и розовеет во время роста и взросления цветка. Роза дафна. Артемис. Эрикто берли. Ну, обалдеть вообще. Приер де сын косм. Шикарная тоже роза. Это роза бабочка. Серия бабочек. Роза парковая. Ну, парковая, я считаю, роза шрабами мы их называем. Это как раз те розы, которым нужно оставлять максимально побеги по максимуму, чтобы она вам показала цветение. Дитер Мюллер, Синдерелла, Нельсон Манфорд. Ну, я понимаю, что для вас может это сейчас быть ничего не значить, но, тем не менее, это розы прям такие, знаете, на слуху, на слуху. Если мама говорит, значит, круто. Слюна не брызжет только. Розы парковые. Вот здесь наверху канадки. Посмотрите. Это серия канадских роз. Она у них называется серия Северный сад. Канадские розы достаточно морозостойкие. Вот пишут до минус 40. Конечно, роза не вымерзнет. Но если будет очень сильный мороз по голой земле, и канадка может пострадать. Корневая нет, не пострадает, но побеги могут пообмерзнуть. Но, тем не менее, канадки в основном зимуют на отлично. То есть это тоже тот случай, когда, если у вас нет желания или возможности укрывать розы, потому что укрывать розы, это достаточно сложно. Тяжелый физический труд, я понимаю. То можно обратиться вот в канадской селекции. Да, они, может быть, не такие крутые, как, например, Куинси Джонс. Кстати, черные коробки от поиска. Видите, дедушку, да, с корзиночками. Черные коробки от поиска считаются розами премиум класса. Но видно, да, по золотым переливаниям. Светлый вот этот вот, как его, воск, да. Вот она выбивает почки. Конечно, под светлым воском ничего не видно тоже. Так же, как воском-то и под темно-зеленым, но тем не менее. Что я еще хочу сказать. В этом магазине, кроме... Ой, посмотрите, какая Эдди Митчелл красотка. Красотка Эдди Митчелл. В этом магазине еще есть розы тех же, того же производителя, который мы сейчас с вами видели. Это семена Алтая. Вот видите, как они отличаются. Бедная даже в коробку не влезает. Он в коробку рвет. Семена Алтая это вот такой темно-зеленый воск. Немножко такой, как пластилин. Розы спящие. И я вам показала розы от поиска. Они со светлым воском. Так, что? Я хочу сказать, еще раз, еще раз, для закрепления, так сказать, материала. Если вы не хотите укрывать розы, но хотите вообще попробовать их в принципе растить, попробуйте сначала с роз чайно-гибридных и флорибунт. Это те розы, которые можно обрезать коротко в зиму, окучивать их сухой землей. И весной, естественно, когда минует, так сказать, снег сойдет, минует угроза возвратных заморозков, вы их можете разокучить. И роза, прекрасно сохранившая побеги в земле, она пойдет расти. Чайно-гибридные розы и флорибунты достаточно быстро наращивают свою массу, быстро закладывают бутоны и зацветают. Розы плетистые, мускусные, шрабы. Это те розы, которым нужен запас древесины для того, чтобы показать свое цветение. Это те розы, которые нужно на зиму укрывать. В течение сезона, конечно, я буду рассказывать и показывать, как эти розы потом можно укрыть или не укрыть, а окучить. Но сейчас мы говорим именно о выборе. Что мы на сегодняшний день можем купить в магазине, получить, так сказать, неплохой саженец. По сорту, хотя сорта сейчас для вас могут не иметь большого значения, но вы хотя бы будете точно знать, если вы купили, например, от поиска, вот желтую розочку, вам все равно, как она называется. Но она желтая. Вот вы хотите желтую розочку, то эта розочка расцветет у вас желтой. Будет желтой. Она будет желтой. А не так, что вы купите розочку, нарисовано желтая, а расцветет красная. Да, готовлюсь. Улыбку собрала, все подобрала, рассказала. Так, друзья, еще один важный момент. Важнейший момент, о котором мы говорили. Розы, которые у нас с вами были в ролике про розы в коробках. Сегодня опять про розы в коробках, но тот был с экспериментальными образцами. Три вида физического состояния саженца. Роза спящая, роза проснувшаяся, роза вегетирующая. Неважно, какую розу вы покупаете. По сути дела, неважно. Если только у вас нет какой-то точной задачи. То есть роза спящая и роза проснувшаяся может храниться. То есть роза спящая, понятно, спит. Роза проснувшаяся мы можем усыпить, если мы дадим ей холодное место хранения. Розу проснувшуюся мы уже не усыпим. Вегетирующую. Розу вегетирующую не усыпим. То есть вегетирующую розу нужно сажать. Роза спящая и проснувшаяся можно хранить. Можно посадить. Я посадила все три. Кстати, я хотела сказать, что я сейчас здесь приобрету вот такую розочку. Представляете, в моем саду более 400 сортов роз, а у меня нету салихомс. Нормально вообще? Просто слюни секутся. Нормально? Вообще, посмотрите, шапка, шапка. Итак, повтор. Закрепим. Закрепим материал. Роза спящая. Роза спящая, у которой вы не видите даже проснувшихся почек. То есть нету таких пимпочек зелененьких. Побеги абсолютно ровные. И нигде нету ни одной почки. Смотрите, какая. Посмотри. Видишь, что делает? Это тебя она хочет. Она говорит, возьми меня. Купи меня. Роза спящая, у которой нет ни одной почки. Такую розу мы можем хранить в холодильнике. Можем закопать в сугроб. Кто тебе там хочет? Монстит. Монстит. Кстати, у меня ее нет. Да, серьезно? Вот. Проверим на бирочке. Монстит вот. Если мы с вами розу храним, ну, например, в холодильнике, да, она все равно иссушается, если становится вот этот вот корневой ком очень сухой, шприцом, напитали водичкой, вот, чтобы там все-таки субстрат был влажный. Посмотрели саженец. Все вроде бы ничего. Никаких особо механических повреждений. Все. Розочка спящая. Купили. Снег закопали. Кстати, мне сказали, Костя, нет минус 30 на улице, роза замерная. Друзья мои, потолще снега нету минус 30. Там всегда ноль. Всегда ноль. Идеалити. Идеалити. Даже в холодильнике розы у вас начнут расти, потому что там плюс 3. Вот. Так, все еще розы посмотрели. Встречи проснувшуюся. Проснувшуюся. И проснувшуюся. Проснувшуюся. Ну, будем считать. Вот. Вот. Синдерелла. Розы проснувшуюся. Ой, мой хороший. Что-то у тебя побежу, потоломался, да? Розы проснувшиеся. Вот она. Видите? Это он там вот говорит всем доброе утро. У нее проснулась почка. Но как-то она очень мало проснулась. Сейчас, подождите. Я найду более бодро проснувшуюся розу. Просто только проснулась, а ты ее... Да. Уже было. Давайте, приерда санкосмо. Да что такое? Смотри. Так, вот. Розы приерда санкосмо. Вот. Розы проснувшиеся. Видите? У нее вышли почки на зеленый конус. Роза решила, что типа пора. Вот типа пора мы можем ей сказать либо споки-ноки, дорогая, либо посадить ее. То есть, роза проснувшаяся вышла на зеленый конус. И третий вариант. Вегетирующая. Ну, тут очень слабо вегетирующая роза. Очень хорошо. Видите? Она выдвинула уже побеги. Она их разбудила. Все. Они начали вегетировать. Они заложили уже листовую пластину. Солнышку тянутся. Да. Солнышку тянутся. Скоро? Скоро. Там будут вот такие побеги торчать. Ну, конечно, у тех роз, которые не успеют уколоть своего будущего хозяина. Вот. Видите? Вот она, вегетирующая. С этими розами я тоже показала вам, что делать. Вот она пробудила верхушечные в основном почки. Как всегда, эпикальное доминирование работает как положено. Законы природы никто не отменял. Вот. Вы можете купить любую из этих трех роз. Каждая из них жизнеспособна. Все зависит от того, какие возможности у вас есть. Все зависит от того, что вы хотите с этой розой сейчас сделать. Хотите посадить ее сразу сам, берите спящую и проснувшуюся и пытайтесь ее уцепить и сохранить эти розы до высыпки. Если готовы посадить сейчас в горшок и к маям месяцу уже смотреть на бутончики, пожалуйста, берите проснувшуюся, вегетирующую. Вперед. Я придумала. Что? Спящие, это которые еще храпят. Проснувшиеся, это которые еще говорят дайте мне еще пять минут. А вегетирующие, это которые уже сидят, чай пьют и вкусняшки едят из земли. Уже пошел процесс, да-да-да, совершенно верно. Все, друзья, на этом тут хватит.